Всем огромнейший привет! Я продолжаю работать над рукоделками, которые собираюсь послать Юлии рукодельной в Курск, для того, чтобы они, возможно, были куплены на ярмарке. Это благотворительная ярмарка, которую Юля проводит у себя в родном городе, для того, чтобы деньги перевезти больным детям. Поэтому я решила своим долгом поучаствовать в этой ярмарке и показываю, какие рукоделки у меня получились на этот момент. Вот эту рукоделку вы уже видели, я ее демонстрировала в своем рукодельном дневнике, вышивальном и рукодельном. И говорила там, что по всем известной схеме, даже набору от Алисы, у меня вышелся такой симпатичный олененок, и он получился, нашел свое финишное состояние вот в такой прихваточке. На мой взгляд, симпатичной прихватке, и я очень надеюсь, что она будет востребована на этой ярмарке. Ссылочку на рукодельный дневник, в котором я показываю эту работу, я оставлю, если хотите, можете пройти и посмотреть. Если помните мою первую рукоделку, это был пин-кип, с вышивкой, взятой из журнала, по схеме из журнала. Она давненько у меня лежала незавершенной, и вот выпал ей шанс быть завершенной. И, конечно, у меня были сомнения насчет того, как он оформлен, поскольку вот меня смущает, ну, немного смущает вот эта тоненькая золотистая тесьма, но покрупнее на самом деле у меня здесь ничего подходящего не нашлось. И вот спасибо Танюше Галкиной. Танюш, тебе огромнейший привет! И большое спасибо за твои идеи, потому что она подсказала мне приделать сюда кисточку. И я, взяв остаточки металлизированной нити от каких-то наборов, мне кажется, это были наборы оберегия, именные оберегия от Панна, вот там очень много этих нитей вложено, и они остаются, я решила сделать такую кисточку. По-моему, пин-кип слегка украсился, он как-то теперь более гармонично выглядит. Она еще советовала сюда придумать какую-то бусину, которая бы завершала и верхушечку пин-кипа, но у меня ничего подходящего на данный момент не нашлось. Ну, посмотрим, если вдруг что-то попадется под руки, то я, конечно же, еще буду работать над этим пин-кипом. Но если нет, поедет в таком состоянии. И на сегодняшний день у меня еще одна рукоделочка готова, которая рождалась в муках. Конечно, картины вышивать легче, чем придумывать, куда пристроить вышивку, потому что, особенно если все это чистая импровизация и чистое творчество, то вы сами понимаете, требует время и каких-то усилий. Сама вышивка, сам дизайн, сам рисуночек, сюжет был взят из этого журнала «Вышиваю крестиком», номер первый, 2014 года. Этот журнал полностью посвящен Рождеству, это рождественский выпуск. Мне, честно говоря, очень много нравится отсюда всяческих сюжетов. И вот одним из тех сюжетов, которые мне приглянулись, оказались вот эти, на мой взгляд, какие-то, вот здесь, наверное, виднее, какие-то славянско-норвежские мотивы, относящиеся к Рождеству. Они небольшие, поэтому их удобно как раз использовать в каких-то прикладных вещах. И они достаточно симпатичные. Автор предлагает использовать, например, сюжет либо в сумочке для подарков, в небольшом мешочке, или, может быть, в подвесочках. Мне очень нравятся эти сюжеты. Я решила выбрать один для рождественского небольшого сапожка. Покажу, что у меня получилось. Сразу же покажу, что у меня получилось. Вот такой рождественский небольшой сапожок у меня получился. И сейчас я расскажу, как он в муках у меня рождался. Наверное, по порядку. Эти сюжеты, как мы видим, используются на фетре и используются на белом цвете. Но так как сам сюжет тоже очень светлый, в нем используются голубые ниточки, темно-голубые, голубые ниточки, светло-белые. Поэтому использовать на белой конве мне показалась не очень удачная идея. И я нашла у себя кусочек вот такой конвы. Он у меня давно уже лежит. Но мне кажется, он очень хорошо, вот этот цвет очень хорошо как раз подходит для вот этих новогодних рукодельных вещиц. И в принципе, я не ошиблась. Вот здесь еще осталось на несколько, я думаю, сюжета на три. Если брать вот такого типа сюжета, еще конвушечки, так что, возможно, что-то еще появится. Когда я вышивала, вернее, этот сюжет, то обратите внимание, вот здесь вот на самом олененке, на схеме дизайнер предлагает сделать бэк, на схеме он хорошо виден, потому что он сделан красным цветом, на самом деле белой ниткой. Ну, вы сами понимаете, что белая нитка на светлом фоне, но это совершенно ничего. Ничего не значит, ее не видно, ее действительно не видно. Если посмотреть на готовую работу, ну, ее совершенно не видно. То есть, если сильно-сильно приглядываться, то да. Вы скажете, что у меня тоже ее не очень заметно, но, если честно, то она все-таки видна, А видна она потому, что она выполнена крейником. Я решила сделать работу чуть более блестящей. и взяла крейник единичку серебряного цвета и соединила его с вот этой ниточкой от Мадейра. это ниточка, светящаяся в темноте. И вот этим сочетанием, вот этим блендом я вышивала бэк на олененке. И поэтому действительно ночью у меня светятся вот эти все узоры. Ну, мне кажется, это очень симпатично. Такой небольшой секрет в этой вышивке присутствует. Я думаю, что хозяин, которому перепадет вот такой сапожок, удивится, увидев ночью светящегося оленя. Для того, чтобы подчеркнуть самого Олежку, конечно, нужно было сделать бэк. Я опять воспользовалась своими запасами крейника и взяла вот этот цвет, номер 18. Цвет очень сложный, очень красивый, темно-синий, с какими-то вкраплениями еще светящимися. Я в восторге, конечно, от этого цвета. И он здесь красиво, очень обрамил саму вышивку. Затем встал вопрос, как это все вшить в сапожок. Для сапожка я взяла плотный фетр, трехмиллиметровый, и решила, что у меня вышивка будет внутри в окошечке. Для того, чтобы сделать таким образом вышивку из картоночки, ну, может быть, кому-то интересно, и кто-то подхватит идею, если вдруг он не знает, как это делать. Из картоночки я сделала шаблон, и по этому шаблону уже выкраивала фетр. Фетр взяла с той целью, что здесь не нужно обрабатывать края, и он достаточно хорошо служит, и долго служит. После того, как я приложила вышивку, мне показалось, что чего-то не хватает. Тогда у меня возникла идея про эти бомбошечки. К сожалению, у меня не было вообще никаких бомбошек, мне пришлось пойти в магазин. Я съездила в ближайший Леонардо и нашла только такие. То есть, они немного кремовые, не чисто белые, с фетром, может быть, немножко не сочетаются, но поскольку сама петелька все-таки имеет кремовый оттенок, то я думаю, что это не страшно. Вот здесь, в этом плане, они друг друга поддерживают. Петельку, кстати, я сделала из вот этих атласных лент, вернее, взяла одну из этого набора. Эти атласные ленты я тоже брала в магазине специально для того, чтобы вот они мне пригодились в таких сюжетах новогодней тематики. Брала уже давно и вот как раз настал их черед. После того, как я все-таки вшила саму вышивку, мне все равно показалось, что она достаточно примитивна. Хотелось ее украсить еще больше. И последним штрихом я нашила вот эти бисеринки и бусины, которые оставались от каких-то наборов. Слава Богу, бисера, я показывала вам свои запасы и бисера у меня хватало. Поэтому я посмотрела, какие здесь сочетания могут пригодиться. Вот мне показалось, что вот это смотрится очень и очень неплохо. Благодаря вот этим бисеринкам и бусинам сама вышивка приобрела завершенный вид, а сам сапожок у меня сложился уже в сапожок, каков он есть. На оборотной стороне сапожка вообще ничего нет. Я только пришила ручная работа, этикеточку. Мне кажется, здесь смысл что-либо вышивать отсутствует, так как сапожок все равно висит одной стороной. И я думаю, что его очень будет неплохо наполнить какими-нибудь сладкими вещами. Например, вот у меня шоколадка. Просто продемонстрирую, что сюда прекрасно входит шоколадка. Конечно, удачно, если вдруг окажутся вот такие конфеты, какие-нибудь яркие, красивые, если они будут еще отсюда выглядывать, то будет вообще замечательно. Я очень надеюсь, что мои рукоделки понравятся и они найдут своего покупателя на этой ярмарке. А вас зрители я призываю присоединиться к этому проекту. Если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, делайте какие-то свои рукодельные работы, вышивку или просто рукоделки. Я думаю, что это благое дело. Спасибо большое, что провели это время со мной сегодня. Всем желаю прекрасного вышивального настроения и всем до новых встреч. Всем !